В Москве 24 сентября 2019 года в Конгресс-центре Radisson Collection прошел уже 12-й БИС-саммит. Организаторы мероприятия Ассоциация Business Information Security в своем особом стиле вновь объединили на несколько часов миры большого бизнеса и информационной безопасности. Целью дискуссий и выступлений, как и в прошлые годы, стала помочь безопасникам взглянуть на свою повседневную работу через призму глобальных трендов. Для этого под заголовок мероприятия организаторы вынесли латинскую аббревиатуру VUCA. С первых минут мероприятия прозвучал тезис о том, что бурная эволюция цифровых технологий заставляет нас все острее ощущать такие качества современного мира, как нестабильность, сложность, неопределенность и неоднозначность. Обсудить стратегию выживания в VUCA мире на BIS Summit пригласили экспертов, аналитиков и представителей высокотехнологичных финансовых компаний. бизнеса, прилетело новое желание регулятора государства, что-то интересное сделали конкуренты, надо срочно копировать. И нельзя сказать, что объект защиты он постоянен, а значит его как бы защищать нужно только в такт. Любые изменения должны тут же анализироваться и защищаться. Мы действительно живем в мире, который постоянно меняется и отчасти нужно искать некие якоря, которые поставляют держаться, ориентиры, которые позволяют выбирать правильные направления, ну и иметь тактические навыки, чтобы обходить препятствия на пути к цели. Сессия, на которой я выступаю, которую я модерирую, предназначена для того, чтобы пробросить мостик от стратегических посылов первой сессии к практическому опыту участников. То есть эксперты на сессии – это все практики. Часть из них офицеры или менеджеры в области ИБ, часть из них представители бизнеса, мнение которых столь же важно. За дискуссией на главную тему последовала практическая секция. Ее участники обсуждали такие аспекты работы безопасников, как психология, развитие мягких навыков, построение межкорпоративных связей. Затем в одном из параллельных потоков состоялась оригинальная техническая схватка, на которой поставщики сервисов и разработчики решений попытались увлечь публику своими БЛИЦ-докладами. Их выступления строго оценивали слушатели, определяя наиболее перспективные решения, пригодные для работы в непростом современном мире. Каким же образом выжить и преуспеть в неподконтрольном и опасном ВУКО-мире? Своими советами и рекомендациями участники мероприятия поделились в эфире БИС-ТВ. Во-первых, действительно, это чтение всех актуальных новостей. Без этого уже никуда. Новости везде, новости всегда. Если ты даже один или тем более два дня выпадаешь из информационного поля, то все это значит, что ты уже ничего не знаешь о современной информационной безопасности. Плюс, конечно, регулярные встречи с коллегами, обмен опытом. В этом плане БИС-Саммит и другие подобные конференции очень помогают. Без этого в ВУКО-мире выжить очень трудно. В первую очередь, это изучение существующих технологий, перспективных технологий. Скажем так, нужно быть в теме для того, чтобы вовремя реагировать на возникающие вопросы, скажем так, и, если можно так сказать, вызовы со стороны как недобросовестных пользователей, так и конкурентов, безусловно. Если мы говорим про продукты и технологии, нужно следовать за временем и развивать технологии в том направлении, в котором развиваются общие тренды вокруг. Если мы говорим про людей, в первую очередь нужно сохранять отношения. В первую очередь, это отслеживание тенденций новых технологий законодательства и постоянно видеть не только, что появляется, а еще и опыт коллег, как они это имплементируют у себя в организации. Получение положительного или отрицательного опыта коллег при использовании технологий и решения задач. Ну и третье – посещение мероприятий, где, опять же, можно пообщаться вживую, где можно усуществление конкурентов, партнеров и получить, опять же, новую информацию, с которой дальше идти и жить в этом неопределенном мире. Также по случаю 12-го по счету проведения мероприятия, участники предложили свои 12 поводов не пропускать БИС-саммит. Здесь можно встретить всех основных коллег, как со стороны ключевых заказчиков в самых разных отраслях. Можно встретиться с партнерами, поставщиками – это вендоры, производители средств защиты информации, как российскими, так и западными. Также встретиться с конкурентами, с компаниями такого же профиля и понять, чем они живут, какие услуги оказывают, с кем работают, для того, чтобы в сфере часы и более правильно выстраивать стратегию дальнейшего развития компании в этой сфере. Это одно из немногих мероприятий, пленарная сессия которого не начинается с диалогом или со встречи с регулятором, на котором бьют молотком по новой нормативке, по новым требованиям. На БИС-саммит ты всегда уверен, что будешь слушать топовых докладчиков, некоторых из которых сложно встретить на других мероприятиях. Это, конечно, знакомство с технологиями, которые представлены у наших действующих перспективных конкурентов. С БИС-саммита получаются всегда самые классные фотки, благодаря оригинальным фотозонам и общему плану выставки, которые здесь есть. Это первое такое мероприятие после такого сезона отпусков, скажем так. Когда люди отдохнувшие, они пришли с новой энергией, с новыми мыслями, они что-то хотят новое внедрить, потестировать, и им с ними приятно разговаривать, потому что у них очень много сил, очень много энергии. Безусловно, общение с приятными, интересными людьми, с которыми мы встречаемся часто на подобных мероприятиях даже не как коллеги, а просто как хорошие знакомые, это просто приятное общение чисто человеческое. Можно услышать, увидеть, во-первых, вендоров, в том числе западных, и посмотреть их опыт и их кейсы. Они про это рассказывают и со сцены, и на стендах. Много площадок других, но здесь сконцентрировано очень много разных вендоров. Без преувеличения вкуснейшие обеды, кофе, брейки, ну и, конечно, общение без галстуков в ходе них. Возможность продемонстрировать собственные достижения, послушать потенциальных заказчиков для того, чтобы своевременно вносить определенные корректировки и изменения. За место, время и аудиторию, которая собирается на BIS Summit, организаторы просят не очень много денег.